Приветствую уважаемых подписчиков и зрителей нашего канала, и с вашего позволения продолжу знакомить вас с своей коллекцией афоризмом лица. Первую зачитаю, она довольно большая. Если невозможно заставить народ полюбить негласных правителей общества, то надо их высмеять. Это снизит накал человеческой ненависти, превратит ее в иронию, в глупый, бессильный, самодовольный смех. Маленькие и умные народы, кстати, давно это поняли и позволяли смеяться над собой. Мы не свободны, мой мальчик, мы рабы, мы слуги своей любви. Удовольствие губит нас, выжимает все, что есть в душе, что можно было бы приберечь для настоящих дел. Чувство гордости – универсальный порог. В лабиринте нет верных направлений, есть лишь возможное. Следующее тоже зачитаю. Сложно, наверное, разрисовать купола потолков так, чтобы снизу изображение выглядело правильным и соразмерным. Линии должны быть нарусито искажены. Картина должна стать фальшивой и несоразмерной, чтобы издали напоминать правду. Жизнь берет свою. А где мою? Под лицом надо бить по морде, невзирая на последствия. Он был настолько некрасив, что это вызывало симпатию. Никто не хочет умирать, это закон жизни. Но порой приходится забывать все законы. Утром людям приходят более правильные мысли, чем вечером. Следующее опять зачитаю. Как легко стать хорошим. На время отнять у людей какую-нибудь примитивную, но неизбежную потребность. А потом барственным жестом вернуть. И любовь к тебе станет искренней и неподдельной. И следующее опять зачитаю. Мороз был градусов 15, если отдать должное шкале Цельсия. Геометры вели отсчет с температуры здорового человеческого тела. Они очень серьезно относились к мысли, что человек – мера всех вещей. Но меня больше устраивал подход шведского физика. Не стоит заблуждаться относительно нашей роли в мироздании. Вода древнее плоти. Наводить порядок и строить светлое будущее в одном отдельно взятом концлагере не моя миссия. Следующий не очень большой, но тоже лучше зачитаю. Плавать я любил. Этот вид спорта соблазнителен для интерьев. И я всегда отдавал ему должное. Но и результаты всегда были соответствующие. Когда над ситуацией нет контроля, остается бессилие. Тогда мы называем его доверием и успокаиваемся. Следующий я тоже зачитаю. Местные террористы ничем не отличались от земных. Даже врожденная слуга, склонность бунктарства, нежелание подчиняться какой-либо власти, приверженность вендетти, начального повода, который никто уже не помнит, война ради войны и попутно торговые операции в сфере наркобизнеса. Власть дает право принимать и требует жертв, но не избавляет от боли. Конечно, если это власть, а не тирания. Позник не будет стремиться на волю, если будет считать себя свободным. На этом сегодня все. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах, пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики, какие именно вы видите на конечной заставке. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!